Вы понимаете, что на самом деле все это ложь полная. Никакого отношения эти таджики не имеют к террическим действиям. Они обычные граждане Таджикистана, которые приехали зарабатывать и просто их использовали. В ближайшие дни, недели мы увидим множество фактов, которые подтвердят мои слова. И немало аналитиков уже выступают и аргументируют, подтверждают это. Я сейчас хотел бы сказать о другом. А давайте поймем, а зачем Путин использовал именно таджиков? Почему именно таджиков? Почему не узбеков? Почему не кыргызов? Почему не казахов? Вот когда вы это поймете, у вас все пазлы сложатся. И таким образом, перед таджиками, миллион таджик, которые работают в России, поставлен выбор. Если вы будете дергаться, мы вас будем уничтожать, как, собственно, делали вот на этих примерах четырех человек. Первое. Ну, кто-то может и сможет уехать в Таджикистан, но там работы нет. Поэтому вот эти миллион человек, минимум миллион, это та самая масса, так называемое мясо, которое сейчас методом запугивания, плюс обещание выплачивать по контрактам по несколько тысяч долларов, Путин мобилизует минимум 100 тысяч человек в ближайшие несколько месяцев, максимум полгода. А может быть не 100 тысяч, а больше. Но их будут использовать, они будут идти под град пулеметный, снарядный и так далее. Сзади Путин поставит заградительные отряды с пулеметами, смешает таджиков вместе со своими уголовниками, которых сейчас он выпускает из тюрьм и отправляет на войну. И вот такая горючая смесь будет брошена как мясо, чтобы они погибли в Украине, во-первых. Во-вторых, таким образом истощить возможности Украины и такой массовый такой, скажем, наезд вот этим мясом совершить на Украину. Вот чего сейчас добивается Путин, уважаемые друзья. И поэтому он упорно говорит, хотя все факты это не подтверждает, он тем не менее продолжает говорить, что эти таджики управлялись, манипулировались Украиной, Британией и Соединенными Штатами Америки. Сейчас Америка приостановила свою военную помощь Украине и понятно, что есть проблемы. У Украины мало снарядов, мало патронов и так далее. Вот недавно буквально Зеленский сказал, что в мае-июне ожидается массированная новая атака со стороны россиян и у Украины мало возможности удержать это наступление. Путин хочет этим воспользоваться, этой паузой, что пока Америка не принял решение о финансировании, завалить трупами Украину и атаковать ряд регионов Украины. В частности, он сейчас хочет захватить Харьков, где осталось около 800 тысяч человек. Его, скажем, пропагандисты предлагают вообще обесточить Харьков и чтобы 800 тысяч человек покинули город. А если в городе будет сопротивление, они планируют авиабомбами просто разрушать огромное количество домов, как они сделали в Авдеевке. Вот, собственно, вот этот план, который в ближайшее время будет пытаться реализовать Путин.